Добрый день, дорогие друзья! Я Евгений Гордеев из славного города Героя Смоленска. Друзья мои, я вот тут листал страницы происшествий разных за последнее время, ну в этом году в частности, и увидел, что я пропустил одно очень важное, будем так говорить, событие, важное в том плане, что оно может быть научит кого-то из ныне живущих и владеющих имуществом, таким как квартира или другое жилье, не попадать в лапы мошенников, а тем более убийств. Вот в конце марта нынешнего года, 21-го года, Смоленский суд вынес приговор трем смолянам по обвинению в мошенничестве и убийствах с целью получения их квартир. Суд установил, что на протяжении 4-х лет, начиная с 2008 года, в Смоленске действовала группа лиц, занимающихся такой преступной деятельностью. Ее создал Михаил Гавриленков. Для хищения имущества именно у социально неблагополучных граждан, ну, прежде всего, у лиц, страдающих алкоголизмом. И в нее вошли еще, кроме него, Александр Курашев, Андрей Донцов и некоторые другие лица, о которых пока мы ничего не знаем и не будем говорить, но это лица, способствовавшие этим преступникам в достижении их преступных целей. Может быть, это нотариусы, может, адвокаты, может, еще кто-нибудь, но, по крайней мере, пока что я не знаю, о ком идет речь. Знаю, что они отобрали, успели отобрать за 4 года у граждан, у смолян, несколько квартир, и, прежде всего, у лиц, злоупотреблявших спиртным, они помогали оформлять, если не оформлена квартира была еще в собственность, помогали приватизировать квартиру и так далее. Потом по поддельным документам сами как бы ее выкупали, квартиру, и перепродавали. А в трех случаях собственники уже квартир начинали догадываться как бы сквозь пьяный угар, значит, их при этом спаивали для того, чтобы они подписали документы на отчуждение жилья. И они начинали сквозь пьяный угар понимать, что их, так сказать, обманули, что не будет никакого другого жилья и не будет никакой разницы в цене, которую им обещали, так сказать, на пропой души. И говорили этим черным риэлторам, что мы будем подавать на вас заявление в полицию. Ну, таких они вывозили в лес, в Красненский район, и там на поляне одной убивали молотком, ударом молотка в висок, а тела убитых сжигали, сжигали и закапывали. Гавриленков, осуществляя общее руководство организованной группой, ее финансирование определял состав участников конкретно планируемого преступления. Курушев, Донцов подыскивали неблагополучных собственников квартир и непосредственно участвовали в совершении их обмана, устанавливая с ними доверительные отношения, а также контролировали поведение потерпевших как перед, так и после составления необходимых для хищения квартир документов. А в случаях выявления потерпевшими обмана последних убивали. Нет шагов, и вот с этой стороны произвел ударом в область сюда, куда-то, в голову. То есть в правую сторону? Да, в правую сторону. В правую область головы? Да. Тело облили бензином и сожгли. Так они поступали с трупами всегда. Почему-то были уверены в том, что в этом случае невозможно определить ДНК. Вот таким образом, так сказать, жизни лишились как минимум три человека, как установил суд. Вот, и суд признал их виновными в преступлениях, предусмотренных частью 4 ст. 159 УК РФ, это мошенничество и части 2 ст. 105 УК РФ, убийство умышленное. Курашеву было назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы, потому что два убийства он совершил вместе с Гавриленковым, а одно еще сам. Гавриленкову 20,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. И Донцову, пособник, который в основном пособничал, соучаствовал, будем так говорить, но в убийствах не участвовал. 5 лет, 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Друзья мои, значит, в свое время, да, прокатилась волна таких вот страшных преступлений. В эту волну попала, значит, и одна моя знакомая, хорошая знакомая моей жены. Ну, знакомая еще по молодым годам. У нее было две дочки и трехкомнатная квартира. Так вот, она в одной части лишилась этой трехкомнатной квартиры и очнулась она от всей этой кутерьмы без документов, без еды, без средств существования, без денег в одной из заброшенных деревенек Кордымовского района. Это до города было, может, километров 50, но эти 50 километров надо было преодолеть, и она две недели по бездорожью и уже в заморозке плелась до города Смоленска и пришла в полицию, написала заявление о том, что ее лишили жилья. Вот, когда она пришла, а она, оказывается, не один день отсутствовала за это время, ее квартиру успели продать. Когда она пришла в свою квартиру, там уже орудовали, ну, не орудовали, а были новые жильцы, причем добросовестные приобретатели, будем так говорить, которые ни сном, ни духом не знали, что они купили квартиру, отжатую таким способом. Вот, и вот так вот получается. Но когда она мне об этом сообщила, и я начал заниматься, уже практически установил, кто и что с ней это совершили, но человека, именно риэлтора черного, который с ней, вот, будто как это работал, в кавычках, и лишил ее трехкомнатной квартиры, и дочек, будем так говорить, ее детей, его нашли повешенным или повесившимся в одной из гостиниц города Минска, в одной из гостиниц столицы Белоруссии. Вот так. Ну, в общем, мне неоднократно, не менее нескольких раз приходилось сталкиваться с деятельностью черных риэлторов, и в одном случае, значит, родственники получили компенсацию за то, что половина частного дома черные риэлторы отжали у их племянника, у племянника. У племянника этого они в туберкулезную, в туберкулезный пансионат загородный поместили, где он, собственно, и скончался потом. Искончался. А вот его дядя, нет, муж его тетки был подполковник, работал в УВД, поместителем начальника штаба в свое время, и он, собственно, меня и просил заняться этим делом. Я занялся, и они получили там какую-то компенсацию. На этом месте сейчас, где жил этот алкоголик Валера, красуется огромный коттедж. Вот, поэтому я хотел бы, друзья, предостеречь вас всех от ситуаций, в которые можно попасть в наше время. Не надо создавать такие ситуации, не надо втягиваться в них, не надо, значит, доверяться, особенно в таких делах, когда речь идет о продаже недвижимости, обмене недвижимости. Не надо доверяться неизвестно кому. Надо смотреть, сколько эта релентовская контора на рынке недвижимости существует, кто ее возглавляет, значит, какие они совершают сделки, имеют ли соответствующие лицензии и так далее и тому подобное. И посмотреть, если в интернете, конечно, у них должен быть свой сайт, посмотреть, какие отзывы. Какие отзывы, хотя можно отзывов много и самим поставить положительных. Но, 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 тем не менее, значит, надо и таким способом проверять лояльность. Вот так, друзья мои. Спасибо вам за внимание. И прошу не забывать, значит, о помощи, о том, что мы постоянно, можно сказать, нуждаемся в помощи. Я постоянно об этом говорю. Речь идет о питомнике, какой питомник, что я все время это слово. О приюте. Приюте. Для бездомных, больных, сиротевших, выброшенных жестокими хозяевами на улицу, кошечках. Если вас не затруднит и есть такая возможность, окажите материальную помощь, нажав на кнопочку по атрибутам, которые под каждым моим роликом указаны. С вами был Евгений Гордеев из славного города Героя Смоленска. Друзья мои, конечно, история о черных риэлторах, это не вся. Да, я кусочек взял этой истории, потому что вот эта вот группировка, значит, этого Гавриленкова, или как его фамилия, он забыл. Вот, Гавриленкова, да. Она входила потом в еще одну бригаду черных риэлторов московскую, которые, так сказать, своих вот этих, свои жертвы возили сюда, на Смоленщину. А, значит, в эту группировку входил заместитель начальника управления МВД России по городу Смоленску, не буду называть фамилию, но тоже уже он осужден, получил, не помню, 7 или 9 лет. Ну, и там история очень большая, и очень много фигурантов дело, очень много осужденных. Кто-то еще, сам главарь этой банды черных риэлторов, по-моему, еще в бегах, насколько я помню, бегает, бегает где-то. И еще несколько человек были в бегах, не знаю, даже на сегодняшний день. Они обнаружены ли и привлечены ли к уголу на ответственность. Ну вот, с вами был Евгений Гордеев, славного города Героя Смоленска. Всех нам благ, здоровья, счастья, улыбок. И улыбок, несмотря на то, что порой наши счастливые улыбки затмевают эти маски, которые нам приходится носить в общественных местах. Друзья мои, ну, а что делать? Жизнь заставляет. Было дело, помнится, в 56-м году, когда какой-то москвич, приехав из Индии, завез какую-то страшную болезнь. Черную оспу, что ли, я не помню, Москву. И вот, принудительно, было 6,5 миллионов за неделю вакцинировано человек. И тем самым, значит, распространение этой страшной эпидемии было остановлено. Мне самому пришлось как-то испытать, когда я в Волограде учился в высшей следственной школе МВД СССР. И был, кажется, на втором или на третьем курсе, у меня вдруг, значит, начались всякие проблемы с желудком. У меня вдруг поднялась, стала высокая температура, выше 39, жар, бред какой-то. И вызванная автомашина скорой помощи умчала меня по двой сирен куда-то километров за 20 от города-героя Волгограда, где посреди поля стояло белый, как мазанка, значит, барак какой-то. И в этом бараке были действительно деревянные нары. Значит, на них, кроме соломы, значит, никакой подстилки не было. И валялось на этих нарах человек, наверное, 200. В общем, огромное количество людей, значит. И более того, значит, когда уже меня выпустили, через неделю или дней пять, и, главное, жене не сказали, где я, в какой больнице. Там бедная моя жена металась по городу Волгограду в поисках, куда же меня увезли, не сказав куда. И когда меня уже выпустили, причем, значит, выпустили, открыли ворота, сняв замок с той стороны, выкрикнули фамилию, вышвырнули за ворота и сказали, иди. Я говорю, в какую хоть сторону идти? Где город? Вот туда иди. Вот я эти 30 километров, значит, пешком по жаре, по страшной, прошел. Оказывается, было подозрение на брюшной ТИФ, и всех подозреваемых ввозили вот такие резервации, в которой я был. И, оказывается, была эта вот мазанка обложена со всех сторон соломой, вы можете представить, и стояли канистры с бензином, как я сам убедился своими глазами. То есть, если бы поступила команда, нас бы, наверное, вот эти 200 человек и сожгли там, понимаете? Какие жесткие меры. Но я думаю, что они были предусмотрены каким-то нормативным актом, значит, о котором нам не было известно, потому что он, скорее всего, может быть, был секретным. Но меры принимали жесточайшие, жестокие, жесткие очень. А всего лишь, значит, было обнаружено 4 случая на протяжении всей Волги, так сказать, в Сымаре или в Саратове и вот в Волгограде. 4 случая реального заражения. Остальные все как бы под подозрением. Вот у меня подозрение сняли, проведя анализы какие-то. Ну, я бы мог и там подхватить, если бы там один из этих четырех реально был в этой масонке, так сказать, в этом хлеву. Так что по сравнению с тем, что могло бы быть, если бы это меры были слабые и распространилось, например, на всю страну, человеческая жизнь – это и ничего. Копейка. Поэтому я прошу всех с пониманием отнестись к тем требованиям, которые к нам сейчас предъявляют. Я сейчас, я, например, сам вакцинироваться не буду из соображений состояния своего здоровья. Тяжкая форма аллергии у меня бывает, отек к венке, ну и так далее и тому подобное. Так что просто стараюсь не очень-то где-то с кем-то контактировать, эти полтора метра выдерживать и где надо, так сказать, одевать этот намордник, скрывающий мою очаровательную улыбку. Здоровья, счастья, всех благ. Пока.